Девочка-пай С высокого живописного берега полноводного сажа смотрится в голубую речную гладь, пронизанный солнцем, город. Тенистые скверы и парки, окрестные леса и рощи придают ему вид южного города. Миллионы цветов ярко раскрасили его улиц, проспекты, площади. Это город Гомель. Старинный парк и современные микрорайоны, изделия народных мастеров и продукция гигантов индустрии, память о павших и заботы о завтрашнем дне, пешеходный мост и высокая башня с часами-курантами, которые отсчитывают минуты, годы, столетия. В жизни современного города, как в капле воды, отразилась история всей Гомельской области, всей страны. Один из древнейших городов Белоруссии, Гомель, впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1142 году. Город был основан на правом обрывистом берегу Сажа, при впадении в него реки Демиюки. Современный город расположен на землях, где много веков назад жили мужественные и свободолюбивые люди, восточнославянские племена Радимичей, которым не раз приходилось вставать на защиту родной земли от завоевателей. По одной из версий, свое название город и река Гомиюка получили от имени одного из предводителей Радимичей – Гома. В древние времена город назывался по-разному Гомий, Гомий, Гомье, Гомин. И только в XIX веке окончательно закрепилось нынешнее название Гомель. Выгодное географическое положение вблизи пути из Балтийского моря в Черное, из Варяг в Греки, способствовало развитию торговли не только с ближними, но и дальними городами – Киевом, Страдубом, Черниговом, Москвой, но и другими странами. Когда-то гомельские купцы везли разные товары. Особенно ценились шкуры рыси, которая в большом количестве вводилась в соседних лесах. Неслучайно изображение именно этого животного попало на герб современного моря. На протяжении своей многовековой истории город входил в различные государственные образования. Древнерусские княжества, Великое княжество Литовское, Речь Посполитую, Российскую империю. В 1775 году императрица Екатерина II подарила деревню Гомей и пять тысяч душ крупному российскому государственному деятелю, фельдмаршалу, графу Петру Александровичу Румянцеву-Зуднайскому за победу в русско-турецкой войне. В то время, когда под Москвой создавался Павловский парк, а в Санкт-Петербурге – Царицинский, на берегу Сажа по распоряжению нового владельца в 1780 году был заложен уникальный парк, ставший впоследствии одним из лучших образцов паркового строения конца 18-го – начала 19-го столетия. Сегодня Гомельский парк – это главная достопримечательность города. Он расположен на обрывистом берегу реки Сож и занимает 25 гектаров общей площади. Одно из главных его достоинств – различные породы деревьев. Среди привычных клёна, ясеня, каштана можно найти веймутовую сосну, пирамидальный дуб и даже маньчжурский орех. Гомельскому парку 200 лет. Он является частью дворцово-паркового ансамбля, центром которого стал великолепный дворец, образец архитектуры классицизма. Заложен дворец был для семьи графа Румянцева в 1785 году и построен за 20 лет. Свой облик, но весьма незначительно, здание меняло лишь однажды, спустя почти 60 лет, когда было передано генералу Паскевичу. Тогда зодчие решили надстроить башню, которая добавила дворцу ещё большее величие. Сегодня этот памятник архитектуры 18-19 веков является уникальной архитектурной жемчужиной Гомельской области. В 1919 году в дворце был открыт Гомельский областной краеведческий музей. Его основой стали различные коллекции, предметы дворцовых интерьеров, принадлежавшие владельцам Гомельского имения до 1917 года. Картины и скульптура, дворцовая мебель, гостиные и каминные гарнитуры, работа западноевропейских и русских мастеров. Богатейшая библиотека и многое другое составляли тогда одно из интереснейших музейных собраний своего времени. К сожалению, события 20 века, в том числе две мировые войны, нанесли колоссальный ущерб творцу-музею. Многие произведения искусства, мемориальные вещи оказались утраченными. В нынешнем музейном собрании они составляют лишь небольшую часть. Самый большой колокол в Белоруссии был установлен в городе над Сожем. На колокольне православного собора святых Петра и Павла. Высота колокола 2 метра, диаметр 1,5, а вес достигает около 2 тонн. На новом колоколе изображены лики святых Петра и Павла, в честь которых и был построен главный Гомельский храм, а также крест защитницы белорусской земли Ефросиньи Полоцкой. Сегодня Гомельский парк, дворец-музей, собор святых Петра и Павла, расположенный в центре города, самое любимое место отдыха горожан. Именно его туристы посещают одним из первых. Своих гостей гомельчане приглашают в залы областного музея, в зимний сад, к Лебединому озеру, побродить полеем парка, показать старинные дубы, липы, каштаны и насладиться тишиной в центре современного города. За время своего существования город Гомель подвергался нападениям и осадам. Его не раз грабили и разрушали завоеватели, он испытал княжеские междоусобные войны, пережил Великую Отечественную в 41-43. После войны город восстанавливался из руин. Работы велись в соответствии с генеральным планом развития Гомеля, который предусматривал превращение его в один из красивейших в республике, с многоэтажными зданиями, широкими проспектами и улицами, площадями, скверами и парками. И сегодня они придают современному городу особый колорит и живописность. В современном Гомеле много памятников по знаменованию исторических событий в память о выдающихся людях, о страшных днях войны, о мужественных солдатах, которые приближали победу. Эта память передается из поколения в поколение. Памятники, обелиски, памятные знаки, мемориальные доски можно увидеть везде, гуляя по улицам города. Они занимают особое место в архитектурном облике города и в жизни горожан. В самые светлые радостные моменты гомельчане приезжают к вечному огню, могиле неизвестного солдата и на Курган Славы, который был насыпан местными жителями в 1968 году на западной окраине города близ Реческого шоссе, чтобы почтить память о воинах Красной Армии и партизанах, погибших за свободу и независимость Родины. В его основании белорусская, гомельская земля соединилась со священной землей, привезенной из многих городов-героев Брестской крепости. Сами улицы города, названные именами героев, стали своеобразным памятником. Есть в Гомеле улицы имени Барыкина, Жукова, Рокоссовского, а имя Великой Победы получила одна из самых красивых улиц Гомеля. Гомель – один из самых быстро растущих городов Беларуси. Он постоянно строится, здесь возводятся новые жилые дома, объекты промышленного и социального значения. В последние годы Гомель превратился в самый цветущий город Беларуси. Зеленые аллеи, клумбы, своеобразная ландшафтная архитектура придают городу статус Европейского областного центра. Современный город над Сожем – это крупнейший индустриальный, научный и культурный центр Беларуси, который расположен на перекрестке торгово-экономических и культурных путей, ведущих из Европы и Азии в Москву. Гомель – активный участник движения породненных городов. Председатель Гомельского горосполкома является вице-президентом Международной ассоциации породненных городов. Стало доброй традицией приглашать на самые знаменательные события представителей городов Попротимов. Гомельчане с удовольствием принимают гостей из Шотландии города Абердины, из России Брянска и Санкт-Петербурга, из Болгарии, Франции город Клермон-Ферран, Латвии Ли-Ипая, из города Радума, Польша, из Китая, Украины. Подобные отношения позволяют не только ближе узнать друг друга, познакомиться с культурой, обычаями, но и сотрудничать в различных проектах в самых различных областях. Развитие гомельской промышленности это постоянное повышение экспортного потенциала гомельских производителей. Сегодня товарные марки гомельских предприятий знают далеко за пределами Республики Беларусь. Гомсельмаш и Центролит, Гомель-Древ и Кристалл, Гомель-Обои и Гомель-Стекло, 8 марта, Коминтерн, Фабрика Спартак. Более чем в 77 государств поставляют свою продукцию гомельские предприятия. Производством промышленной продукции в Гомеле занято 108 предприятий различных форм собственности. 37% из общего объема производства это предприятия машиностроения. Так Республиканское унитарное предприятие Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения Гомсельмаш выпускает кормо- и зерноуборочную сельхозтехнику. Гомельское открытое акционерное общество Гомель-Кабель единственный в Республике Беларусь производитель эмалированных проводов. Основной профилирующей продукцией Республиканского унитарного предприятия Гомельское литейное завод Центролит являются чугунные отливки из серого и высокопрочного чугуна, изделия художественного литья, светильники, ажурные скамейки, остановочные павильоны. Из 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в Гомеле самым крупным является совместное предприятие «Открытое акционерное общество Спартак» – крупнейший производитель кондитерских изделий в Республике Беларусь. Спартак выпускает сегодня более 350 наименований кондитерских изделий. «Открытое здесь используют только натуральные продукты. 10% от общего объема производства гомельских предприятий приходится на предприятия лесной и дерево обрабатывающей промышленности. Открытое акционерное общество «Гомель-обои» специализируется на выпуске виниловых обоев, на стенах покрытии, гофрированных обоев с блестками на металлизированной бумаге, пена обоев с применением акриловой пены. Продукция «Гомель-обои» пользуется заслуженным авторитетом на потребительских рынках многих стран. Это Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Болгария, Польша. На сегодняшний день здесь применяют новые технологии, работают на современных полиграфических машинах ведущих фирм Германии, Франции, Италии. Одно из крупнейших мебельных предприятий Республики Беларусь находится здесь, в Гомеле. Это открытое акционерное общество «Гомель-трефф». Предприятие является безусловным лидером в производстве высококачественной мебели из массива ценных пород древесины. Огромным спросом в России и странах ближнего и дальнего зарубежья пользуется продукция акционерного общества «Гомель-стекло» теплоизоляционные блоки, стеклоизделия для мебели, стекло листовое, стеклянная тара для предприятий ликероводочной промышленности. На протяжении последних лет полированное стекло со знаком «Сделано в Беларуси» поставляется более чем в 30 стран мира. Сегодня Гомель-стекло единственный в Республике Беларусь производитель флуат-стекла. Основными предприятиями легкой промышленности в Гомеле является акционерное общество «Коминтерн», которое специализируется на пошиве мужских и женских костюмов, а также акционерное общество «Восьмое марта», один из лидеров отрасли, в ассортименте которого более 400 наименований продукции различных моделей. На территории Гомеля успешно работает свободная экономическая зона Гомеля-Ратон, которая гостеприимно открывает свои границы для зарубежных инвесторов в одном из высокоразвитых индустриальных регионов Республики Беларусь. Сегодня Гомеля-Ратон это 36 резидентов, которые концентрируются на выпуске экспортной продукции, освоении новых высоких технологий. Основной принцип системы здравоохранения города Гомеля это социальная справедливость, доступность в оказании медицинской помощи различным социальным группам населения, постоянное совершенствование и внедрение современных методов обследования и лечения больных. В городе функционируют 32 лечебно-профилактических учреждения. Здесь расположены 11 поликлиник для лечения больных различного профиля, 70 томатологических поликлиник, противотуберкулезный диспансер, открыты медицинские специализированные центры микрохирургии глаза, УЗИ диагностика. На базе третьей городской больницы открыто единственное в городе отделение малоинвазивной и реконструктивной хирургии, на базе которого создан первый городской центр. Здесь практикуется система телемедицины. Своеобразное интернет сотрудничества с известными мировыми научными центрами по пластической и реконструктивной хирургии. Сегодня Гомель является своего рода мозговым центром, где сконцентрированы лучшие медицинские и научные кадры, работающие по чернобыльской проблематике. Важным событием для жителей Гомельского региона наиболее пострадавшего от чернобыльской катастрофы стало открытие в Гомеле Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Этот уникальный объект был создан по инициативе главы государства. Врачи центра заслуженно гордятся, что излечение гематологических патологий здесь составляет 80-85%. Сегодня центр является международным. Лечиться и диагностироваться сюда приезжают со всех уголков не только нашей страны, но и из ближнего зарубежья. Больница скорой медицинской помощи старейшее лечебное учреждение города Гомеля. За свою столетнюю историю из небольшой уездной земской больницы она превратилась в крупное медицинское учреждение, оказывающее сегодня медицинскую помощь населению полумиллионного города. История Гомельской больницы скорой медицинской помощи это история становления медицины Гомеля. В больнице скорой помощи работает круглосуточная диагностическая служба. Современное ультразвуковое исследование позволяет не ошибиться в диагнозе, распознать болезнь, лечить ее по всем правилам современной медицины. В сутки в отделение скорой помощи поступает более 600 вызовов. Ежедневно здесь дежурит 37 бригад. Хирургическая служба больницы скорой помощи одна из старейших в городе. Ежедневно она принимает больных, которым требуется оперативное вмешательство. Гомель один из крупнейших образовательных центров Беларуси. Из 116 учреждений дошкольного воспитания 71 учреждения общего развития. Остальные работают как учреждения нового типа, санаторные для детей с особенностями развития, комбинированные. В детских дошкольных учреждениях города созданы специальные условия для проведения профилактических оздоровительных процедур, физкультурных занятий, фитотерапии, реабилитации часто болеющих детей. В городской системе дошкольного образования используются инновационные подходы в развитии творческой личности ребенка. Появление детских садов с углубленным интеллектуальным развитием позволило создать в городе максимально благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья детей, пропаганды здорового образа жизни. Развивающие занятия, интеллектуальные студии, педагогическая и психологическая коррекция, целый комплекс образовательных мероприятий направлен на то, чтобы малышам здесь было тепло и уютно. В системе образования города Гомеля работает шесть заслуженных учителей Республики Беларусь. Восемь школ города являются экспериментальными площадками Министерства образования. Сеть учреждений образования в Гомеле включает в себя шесть городских гимназий, двенадцать школ с художественно-эстетическим уклоном, три с углубленным изучением иностранных языков. Особую гордость в городе вызывают результаты учебной деятельности городского лицея номер один, выпускники которого на протяжении двенадцатилетней истории лицея показывают высокое качество подготовки. Об этом свидетельствует стопроцентное поступление выпускников лицея в самые престижные вузы города, республики и страны СНГ, а также призовые места на республиканских и международных олимпиадах. За двенадцать лет двести тридцать три ученика были награждены золотыми и серебряными медалями. В городе уделяется большое внимание подготовке специалистов различных отраслей науки, культуры, производства. В семи высших учебных заведениях обучается около тридцати пяти тысяч студентов. В четырех районных домах детского и юношеского творчества городской станции юных техников клуб юных моряков и речников городском центре детского и юношеского туризма занимается более десяти тысяч детей и подростков. В систему национального образования Республики Беларусь входит и Гомельский инженерный институт МЧС, образованный в 2003 году на базе высшего командно-инженерного училища. Здесь готовят будущих офицеров. В настоящее время здесь создано уникальное учебно-тренировочная база, автодром для проведения занятий по технической подготовке, воздушно-десантный полигон с учебной вышкой для прыжков с парашютом, полигон по изучению тяжелой инженерной аварийно-спасательной техники, на вооружении которого 90 боевых машин. Курсанты принимают участие в научно-практических конференциях, являются победителями и призерами международных и республиканских соревнований. А в 2004 году при институте был создан первый в структуре МЧС лицей, где обучаются подростки со всех уголков Беларуси. На протяжении многих лет Гомель славился своими спортивными достижениями и традициями. Заслуженными тренерами здесь подготовлен не один десяток выдающихся спортсменов нашей страны. На базе городских спортивных учреждений постоянно проводятся международные и республиканские соревнования. В городе постоянно ведется работа по развитию материально-спортивной базы. Заканчивается реконструкция центрального стадиона, который по своим техническим характеристикам будет соответствовать самым современным международным стандартам. Более 15 тысяч зрителей смогут разместиться на стадионе, чтобы поболеть за свою любимую футбольную команду. Спортивная база в городе позволяет гомельчанам заниматься 46 видами спорта. Создано и работает около 15 спортивных клубов по игровым видам спорта, что позволяет популяризировать и координировать их развитие. Работу по подготовке спортивного резерва и спорта высших достижений в Гомеле ведут специализированные учебно-спортивные заведения. В специализированной школе Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью успешно тренируются участники чемпионатов Республики Беларусь. Четыре воспитанника школы входят в состав национальной сборной команды Республики Беларусь. Особое место в спортивной жизни города занимает специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер четыре, которая за сорок лет своего существования подготовила более двухсот пятидесяти мастеров спорта и мастеров международного класса по гимнастике и акробатике. Здесь тренируются будущие чемпионы мира и Европы, готовятся к выступлениям участники Олимпийских игр. Гомель по праву называют крупнейшим культурным центром Беларуси. Ежегодно здесь проходят различные фестивали, концерты, художественные выставки. С успехом выступают городские симфонические и духовые оркестры. В городе работают областной драматический театр, молодежно-экспериментальный театр-студия, артисты-режиссеры которых радуют гомельчан и гостей города новыми премьерами. А в Гомельском государственном театре кукол артисты стараются не просто показать спектакль, но и вовлечь маленьких зрителей в мир искусства. Ведь театр-кукол первый театр в жизни ребенка. Артистов и кукол Гомельского театра всегда с восторгом встречает благодарная публика. В музыкальных школах и школах искусств Гомеля занимается более трех тысяч одаренных детей. В детской музыкальной школе имени Чайковского традиционно звучат народные инструменты в исполнении юных воспитанников. Здесь обучают не только музыке, но и национальным традициям. Настоящим центром организации молодежи стал городской центр культуры, в котором постоянно проводятся городские рок-фестивали, марафоны, различные молодежные акции. В Гомеле ежедневно открывают свои двери для посетителей 18 библиотек, 7 выставочных залов и галерей. Публичные библиотеки обслуживают все, без исключения социальные, профессиональные и возрастные категории читателей. Более 84 тысяч гомельчан являются пользователями городских библиотек. Возглавляет систему центральная библиотека имени Герцена. Современный проспект Ленина в Гомеле, место, где расположена библиотека, бывшая улица Замковая. Традиционно здесь проходят заседания салона «Встречи на Замковой» с участием известных гомельских поэтов, драматургов, писателей. Возрождение подобных салонов это попытка вернуть духовные традиции и ценности прошлого. Гомельчане уже привыкли, что в городской галерее имени Гавриила Ващенко постоянно открываются новые экспозиции молодых и уже заслуженных художников. Познакомиться с творчеством гомельских художников приезжают с самых разных уголков страны. гомель является центром проведения международных фестивалей, среди которых ежегодный театральный фестиваль «Славянские театральные встречи», молодежные музыкальные арт-сессии, ренессанс гитары, детский фестиваль «Танцующие фламинго», международный фестиваль хореографического искусства «Совшский хоровод», в котором принимают участие танцевальные коллективы из разных стран. Дорогие друзья, вы посмотрели краткий фильм о нашем городе. В этом фильме нельзя было, конечно, и показать ту сотую часть всех красот этого древнего, но в то же время молодого города. Много лихолетий пролетело над этим городом, много было разрушений. Самые большие разрушения были в годы войны, когда остались считанные дома в этом городе. Но благодаря упорству, благодаря труду гомельчан город возник из пепла. И сегодня город является одним из крупнейших городов республики. Это мощный промышленный центр, это всем высших учебных заведений, это город с прекрасными аллеями, с прекрасными парками, с прекрасными музеями. Самое дорогое в городе это все-таки жемчужина города, это люди. И конечно, в этом фильме нельзя было показать все то, что можно говорить о этих людях, говорить о их прекрасном будущем. Поэтому сегодня тот, кто побывает в нашем городе, его запомнит, и ему еще и еще раз захочется вернуться. А гомельчане с присущим их теплотой и любовью вас встретят. Мы ждем вас в нашем городе. ВОЛНИЧЕСКАЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok